Есть Конституция, это, надеюсь, понятно. В Стане есть Уголовный Кодекс, в Стане есть Административный Налоговый Кодекс, которые признаны Верховным Советом, и они должны соблюдаться всеми гражданами Украины. А когда их руководящий состав, хоть в Киеве, хоть у нас здесь в Харькове, систематически нарушает, что должны делать граждане Украины, если чиновник систематически нарушает данные законы? Милиция, по-моему. Ну, милиция, я имел в виду тоже. Наши действия, вот с точки зрения европейских норм, американским понятно, если нарушает кто-то права человека, то человек может вплоть до оружия защищать свои права. Как Европа на это смотрит? Вы осознали? Нет, поняли вопрос, я вот как он смотрит. Да, я думаю, что он работает. Спасибо. Конечно, я знаю, что ситуация в Украине, мы можем сказать, что в лучшем работе в прогрессе. Мы надеемся, что это действительно в прогрессе, и что один день вы получите эту самую ситуацию в Украине. Что касается вопроса СБУ и ТЭКС-Администрации, в их интересах о НГО, конечно, мы также видим, что мы получили, но это уже год назад, что это было более интенсивно. Я думаю, что это улучшилось, я надеюсь. Так что я ошибаюсь, потому что я помню, что год назад это было... ТЭКС-Администрация, а податковая администрация зацикавилась НГО сам в этом году. СБУ почему... Он поймет. Anyway, I mean, all of these cases are known, all of these cases are not normal. I mean, a state should not fear the NGOs on the country. It should stimulate the activity of the NGOs. The citizens should have the right to organize themselves, to defend their rights. And again, this is things that in Ukraine are not practiced. And we have to ensure that in the process that we ought to follow of the gradual integration of Ukraine, these issues are really addressed. They are... They are... They are... That were... We have... From... From declarations to real deeds, this is what we need to have with Ukraine. Продолжение следует...